Продолжение следует... 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 И они поверили Богу, поверили Его словам, в Бога поверили И поэтому здесь мы все сейчас и слушаем эти молитвы Которые только прославляют Господа за милостью Его И за то, что Он вот такой, какой Он есть И главное, что Господь самосточное добро Он никогда не сделает зла Потому что Он один свет И нет в нем никакой тьмы Игнат Тихонович, Вам слово по празднику, скажите нам У меня о каждом событии всегда рассуждение Все ли мы знаем, что об этом сказано было А вот без этого знания, которое пришло после апостольских времен Спасались люди или нет Или наши разъяснения только затемили сущность евангельского учения И сколько толкования есть Вот сейчас говорили, мне так нравится, а солнце То, видишь, как задевает это дело А это нас совершенно не касается Нас касается только то, чтобы мы покорились голосу церкви Не забредали за это А пояснить никогда не пояснишь Вот первая проповедь была, когда и говорили Творец, кто творец? Отец Отец Оно написано Через сына сотворил веки А сын? И сын творец Дух Святой тоже творец То есть любое качество ты можешь произносить Из священной книги Библии Святой Библии Оно не закреплять за одним лицом Троица О чем бы ты ни читал Где Дух Господень, там свобода А где Бог? Ну где Бог, там свобода А где Христос? Где Христос, там свобода Ну написан Дух Святой Вот эту фразу ты и повторяй А те фразы оставь для себя, для памяти Нету выше, нету ниже Единосущная Равная И вот сейчас считали три большие молитвы В году самые большие молитвы Ну сразу задумываются А почему они не на Пасху считались? Почему не на Крещение? Ведь вопросы мы можем задавать сами себе Или просто отстояли, пошли домой Вот первую молитву кто читал у нас? Брат Себастьян Нет Виктор Андреевич Ты читал первую Ну коротко скажи Вот ты ее считал, быстро там события такие В нескольких так предложениях скажи кратко О чем была первая молитва? Если ты не хочешь сразу сказать, я спрошу рядом О чем она была первая молитва? Величие Божие Величие Божие Прославляли Бога Все, да? Мы прославляем Его в Псалтирии каждый день Что конкретно к сегодняшнему дню относилось? Так, пожалуйста Все, пожалуйста Понимаете? Вот это канон Андрея Критского В течение одного богослужения Библию от корки до корки поминают И выходит, люди вообще отупелы, ничего не знают Андрея Критского растягивать надо на весь год И эти молитвы точно так же Главное-то о чем нужно? Христос когда уходил, говорил Дух Святой придет Придет В народе-то понятия никакого нет Отче наш Даже автомат у нас, помню, разбирали Зашел, который над нами был старший Говорит, чтобы знали как Отче наш А он и Отче наш-то не знает Он здесь знает, Отче произносится Ой, Господи, помоги Господи, Иисусе Христе Это ко Христу А Духе Святом вообще понятия никакого нет Духовная школа А что там духовного? Там даже в помине этого нет духовного Вот три ступени Говорит Петр Ну они не могут все вобрать Говорит, а что нам делать? Вот теперь уже позади И распятый Христос, что делать? И он сразу, что интересно, везде показывает три ступени Первое, покайтесь Сколько же заблуждений в этом покаянии сегодня Из всех семи таинств это самое нарушаемое Даже не крещение, а покаяние А о чем каяться-то? Вот священник, больной, находится в больнице Проходит время, он умер Исповедовал сам его настоятель Отец Николай Войтович Благочинный, там все ордена Больше у него железок было, чем материя Я говорю, скажите, а он покаялся? Да, он раскаялся Ну в чем раскаялся-то в том, что будучи смещенником Жил неблагочестиво и нарушал седьмую заповедь За что мать коромыслом била? В этом раскаялся, ну то понятно А он раскаялся-то в том, что сотрудничал с властями Что народ Божий заморили, не кормили, не говорили проповедь Говорил он об этом или нет? Что он лгал, стоял Я у него сегодня причащаюсь от умершего священника Сегодня И у меня хорошее отношение Я к нему на дом прихожу, помогаю Там печь делать у него были А рядом идут люди Идем из храма после причастия Женщина подходит Я знаю, вы занимаетесь что-то там в Англии читать А можно я пойду? Я говорю, впереди он идет, священник Назвал его по имени Спросите А он-то меня не видит Он, да нельзя ходить туда Да это сектанты Я у него сегодня причащаюсь Он ничего сектантского не знает Это сектант, зачем ты мне до причастия допустил? Я у тебя исповедовался То есть они погрязли в этом В этом он покаялся? Нет, он с этим на суд Божий ушел Он не говорил проповеди Народ заморенный Виноградника нет, один терновник Благослови, виноград, все это архиереи Говорят, нет винограда Терновники По нему пройти нельзя, как Ездра говорит Вот что покаяние А сегодня приходит покаяние Это в чем кается? А я в монастырь поеду Один грех скажу одному А поеду в другой монастырь Другому Почему? Потому что если я все перечистлю Он в обморок упадет Пишет то Архимандре Юрасов Амроси Подходит она ко мне и говорит Батюшка, вот у меня девушка Она девственница Ты исповедуй Она такая скромница Сама даже не может подойти Я начал исповедовать У нее уже 4 аборта Девственница На весь мусульманский мир нету Сколько она уже одна нагребла Покаяния-то нету Почему Дух Святой не трогает Первое Покайтесь Это намертво забыто Стоит президент Зажигает В синагоге Семисвечник Это его право Он имеет это право Но каноны-то для него Тоже написаны Если ты заходил И там участвовал Ты должен дверями стоять И тоже стоять рядом с патриархом В храме Христа Спасителя Это не мои законы Я молюсь за президента Я не против Я за него Но это Супер нарушение Молчок Покаяния нету А вы исповедуй Там Шовкунов Тихон Где эта исповедь Исповедь покаяния Второе И докрестится каждый из вас Своими Иисуса Христа Для прощения грехов А крещение Это все везде Самые маленькие поселки Где сейчас открытые храмы Все только мочат Почти сто процентов Да как где Дух Святой А Дух Святой на третьей ступени Первая, вторая, третья И Получите дар Святого Духа Значит в прощениях Нет крещения Нет прощения Там нет покаяния Получите дар Святого Духа А получите дар Святого Духа Для чего? На Пасху понятно Красить яйца, куличи Есть поздравлять яйцами На Рождество Дарить нечего Ёлки Языщество сплошное Мертвая Русь Она святой не была Ни одной секунды И третье Получите дар Святого Духа Если дар Святого Духа есть То что в счет заключается? Куда он ударит? Ударит сюда И прождет до пят И будете мне свидетелями Не говорит мое воскресение Это включится сюда Ни на Пасху не посылают Можешь сидеть дома И петь Христос воскрес Ты можешь Ныне Дева Днис Рождает присущественно Петь домом Но петь Вот эти песнопения Не можешь Не имеешь права Так, брат Себастьян Я спрошу Как Скабалиновича звать? Кого? Скабалиновича Которая книга у тебя Как его фамилия? Звать? Подождите, какая книга? А? Какая книга? Книга у тебя Скабалиновича Почти тысячу страниц толстая Автор Скабалиновича Ну я может зря спросил Как его звать, имя его? Не знаю Ну Григорий или что-то такое Это уже знаток из знатоков И все эти праздники возникают Спустя 400 лет 500 лет, 600, 800 лет Ну, типикон Типикон, да? Толковый типикон, который, да? Да нет Он в празднике все объясняет Ты эту книгу купил Кто-то принес здесь Или где-то купил Она у тебя брала И конспектировала Просто это был профессор Киевской академии духовной И там все собрано Когда, в каком веке Откуда песнопение Первый раз, где пропели То есть это громадный труд Но самое главное-то не сказано Меня интересует Слышим ли мы голос Духа Божия Расслышали мы или нет Это тихое веяние ветра О котором мы считаем В Священном Писании Пророку Илии было Как? А вот теперь он пошел Пошел да и молчал Прошел Израиль вдоль поперек И ни одного слова Я один остался Но если были слушатели Ты проповедовал Петр Мог бы сказать Я один остался Когда 3000 человек покаялась Не мог И просчитали сегодня о том Что высчитано Как Моисеев закон был дан В каком месяце вышли Они 14-го Несана И подходит на 50-й день Мы можем этого не знать Мы должны расслышать Голос Божий Сидите в Иерусалиме Доколе не обречетесь силою Сидите Вот люди замерли В этой стадии анабиоза И сидят А вокруг поля сухих костей Сухая Костлявая И сделали уже не кладбище А скотомогильник Из страны И после этого Вы обречетесь Силою Которую у вас нет Хотя он В день воскресенья Дохнул и говорит Примите Духа Святого Прощать Они прощают Кому? Простите Оставится Это власть священства Но дальше нету Ни один никуда Сидите Прямое повеление Вот это монастырский срок Это 10 дней Абсолютного Полного молчания И вдруг все Преграды рухнули С неба раздался Этот шум Нечеловеческий Языки разделились Ну а как мы будем говорить Мы только евреи Дал знание языков Не на Пасху Не на еврейскую Не на эту И идите по всему миру И проповедуйте Так вот этот праздник Называть надо Не день Троицы Троица всегда была Это день благовестия День образования церкви Люди даже не знают Пятьдесятница это Или день Троицы Ни то ни другое Непонятно Это день образования церкви Из еврейского народа И какие пришли оттуда А в комнате Горнили Вторая часть откроется Для язычников Это день начала проповеди Назвать то не можем Праздники как надо И поэтому не было проповеди В России тысячу лет И поэтому пришли Мы к этой гражданской бойне К 4037 году К войне Гитлеру к Сталину Мы не могли не прийти Потому что Дух злой выйдет И ищет где поселиться Он поселился во всех людях Да кто бы голосовал За этого Пигмея Картавого Картавого Лысого Который Который с Броновичка Там говорил Тезисы Апрельские Да люди бы Отшатулись от него Дьявол в образе человека Пришел Я говорю об Ульянове Дворянине Проголосовали Пошли И царь пошел на Ашафот Со всем семейством С девушками А почему Надо подумать Я хотел бы Маленько раньше взять Итак апостол Павел говорит Желаю восполнить Недостаток скорбей Христовых В плоти моей За тело его церковь Павел Столько страдал И не хватало Не хватало Еще мало страдали Ты себе Прикинь сейчас Жизнь-то уже твоя За бугор зашла Половина прошла Когда ты за Христа страдал Когда Если страдал от чего Ну от детей От соседей Там залили сверху тебя Или еще Где ты за Христа На благовестие Я уж не говорю О ком-то Самый любимый Мною Проповедник Иоанн Златоуст Но и у него Этого не было Сначала В пустыню спрятался А потом Пошел По иерархической лестнице И стал Как патриарх Кирилл Этот тоже сидит на месте И сдает Какие-то указы И дикты Парадигмы Как Алфеев-то Все обман А Дух Святой Он придет Говорит И что И напомнит И теперь Иоанна Златоуста Сдернули Уже перед смертью Веревкой за шею Потащил Теперь Восполнение Достаточное И он дорогой Распускает Монастыри Еще идите Проповедуйте Теперь понял Теперь только понял Почему нам Об этом не говорят А где это известно Третий том Творения Иоанна Златоуста Я его конспектировал Начитывал Так что не сидите Рано или поздно Бог вас Вытряхнет А все Каждый За квартиру Там все держится Сколько раз Об этом говорил Родственникам Неверующим Квартиры Не оставляйте Оставьте Найдите Которые верующие Нуждаются в этом Не важно здесь Познакомьтесь Покровском Соборе Московской Патриархии Сколько таких Кого я подвиг На это Никого Все Родственникам Детям У детей Только вертолета Нет Все есть Да в твоем Доме Ангелы пели бы Я говорю Как в пустоту Это бью Почему А Дух Святой Научит Оставьте Да мы родных Вы в сто крат Больше получите И Дух Святой Придет И А какой Вот В первую очередь Обречит мир О грехе А какой грех Да грехов Там много Семь смертных Один грех Что не верует в меня Вот с этой Миссией Бог посылает И рассказать Вы не верите в Бога Верите в батюшку В храм В храм В храм Вы в Христа То не верите Если верите Так следуйте за ним На Голгофу Еще вы сразу Потянулись Придумали праздники Какие Я православный Все праздную Как надо Но Среди ненадуманный праздник Он никуда не зовет И ничего нет И подражать нечему Пасхальная пасха Крещение Это все понятно Но такие праздники Как успение Божьей Матери К чему оно призывает Ни к чему Ничего нет Это все монахи придумали Но самое главное Вот этот сегодняшний день Он призывает Ответное действие Идите И проповедуйте И будете мне Свидетелем до края вселенной Вы обречетесь Силой великою Я ни у одного Святого Отца Каких я знал Считал Всю жизнь занимаюсь Не нашел даже намека На это Что это Всемирное помрачение Или монашеская тьма Окуталась землю Начиная с апостола Как будто обрывается Первый век И дальше Я насчитывал Жития святых Составлял каталоги Нету Вообще нету И единицы Только проклюнулись У русских На одном пальце Степан Пермский Пермякам проповедовал Заряновский язык знал Здесь Иннокентий Ну Вениаминов Северные народы Захватил Это еще Лесков Пишет Николай Семенович Так Касаткин Николай Япония Поднимает ее Ну и дальше Архимандрит Макарий Алтайский Даже Пять не могу набрать Да какая же Это вера-то была Бога-то не нас слышали Дух-то святой Мимо прошел И будете мне свидетелями О грехе И второе О правде А вот правда Теперь и подумать А давайте праздник Сделаем во имя Этой правды А эта правда Что иду к осу моему В этот день Вознесения А ему тоже Ничего люди не могут объяснить Что он на небе Он не в аду Как пишут Богохульники Сатанисты разные Он на небе И вот от кого Дух святой Столетиями спорят С католиками А те и другие Сидят на месте Вот поэтому Секты Всякие харизматы Бесноватые Они ухватили это А руководства Старковного нету И яма Пропасть Болото Я на сегодняшний день Если мы не сколебнемся С места Считают Кровь Иисуса Христа Ощищают нас От всякого греха Действительно здорово Ну почему Впереди точки Три точки Стоят А там написано Если ходим Не сидим За монастырскими стенами А ходим Первое слово Впереди Это предложение Если мы ходим Как во свете Как он во свете А если не ходим Тима кромешная То есть Как идти там Где был Христос А где он шел Он шел для свидетельства Непрерывная проповедь Это обращение И он свидетельствовал Христос Людям И дьяволу Даже ему засвидетельствовал И дальше Второе Второе И имеем общение Друг с другом Иметь общение Это не по телефону Это надо посетить Кого-то Это надо быть Первое Мы пропускаем Второе Едва Едва Касаемся И тогда Только кровь Иисуса Христа Ощущает Первые-то два условия Это отрубили А первые-то два условия Дает нам сегодняшний Как бы день Вот так И вот какое место Не возьмешь Где, говорит Дух Господень Там свобода Свободы никакой нету А свобода в церкви Такая была Один говорит Поднялся И сказал Слово А ты должен сесть Вот сейчас кто-то поднимется Я сразу сяду Это свобода А у нас не так И сдали Правила Не имеют права Мирянин проповедовать И сколько пришлось Доказывать мне Что Это речь идет о храме Только о храме Это толкование на это есть И за этим Бдительно смотрели Если кто будет Там говорить Там проповедовать На сорок дней Отлучается от церкви Да церковь на двадцать лет Отлучают за колдовство За убийство А это сорок дней Это просто страх один А было когда-то Чтобы Это выполнялось Не было Не было Придумали Придумали Тоже правила Если ты Не причащаешься Часто Там каждую неделю То ты отлучил Я говорю А правила Это хоть раз Работало Ни разу Нигде во вселенной А ты чего Оно было А храм Потому что люди Бога не знают Хоть на глаза Появитесь один раз Чтобы вас видели Где Дух Господний Не надо побуждать Тебя оставаться Ты останешься здесь Если некоторых Не могу загнать сюда Как будто Сидят на раскаленной скамейке Вырвутся То к больной маме То к папе То куда-то Не будет матери Так же самое Будешь гнить дома Уже сама ляжешь На ее место Дух-то святой Призвал нас О грехе О правде И третье О суде Что князь мира осужден Ему служить не надо Оправдывать не надо За Зюганова голосовать Не надо Он князь мира осужден Это служители дьявола И люди не понимают Священники Скапель Звали За коммунистов голосовать Это совсем недавно было Почти 100 миллионов Голов они отрубили Да какое же это безумие Покрыло нашу страну И сегодня начинают нападать Там где-то на какие-то Страны Виновата Украина Виноват я С меня начни Суд Божий Господи Суду начать Со Церкви Божией Если праведник едва спасается А то нечестивый Где явится Дух Святой отвечает Нигде в ад пойдет Вот о чем плакать Нам не до Украины Ни до чего дела нет Только молитву приноси А молитву Бог слышит или нет Ты даже не знаешь Ты знаешь Только позвонить Помолитесь обо мне Помолитесь А сам-то ты о ком молишься Ты знаешь или нет Какие нужды в народе Ты знаешь Эту нужду Народ Божий православный Не знает Христа Не знает Я знаю У нас сейчас С прошлой недели В прошлое воскресенье Было Нашего Ну нашего То есть алтайского Епископа Сергия Иванникова Поставили Теперь уже Митрополит Сколько он Поздравлений Митрополит И все показано Как патриарх стоит Я узнал В этот же день Сразу мне сообщили Я хотел позвонить Думаю о чем Я ему скажу Только Он засмеялся Когда сидели за столом Как генерал Этот Вальков сказал Я говорю Будешь генералом Он со слевша не заест Доквша это мелочь Твоя которая рядом Может не поняли О чем сказать Зарядят Подсматривать будут На твое место Начнется такая охота За ним За этой шапкой А что нужно Ничего Вот у нас Ушла сестранина Жолнина Приехала Клочкири Ребрихинского района Ее не запускают в храм А почему Потому что Мы там были С евангельской проповедью И вы знаете как было И они это запомнили И они по сегодняшний день Трясутся все И она вышла Притвор Наконец ее из притвора Выгоняют на улицу И батюшка В прошлом воскресенье Позвонил Архимандрит этот Вернулся Филарет Берников Он в баре был Где виталий Мощин Святителя Никола И говорит Ну да что Не пускает Да нет Ну ты Я сейчас ему скажу Вроде Это Епископу Это может сказать Но сестре я сказал Не вздумай заходить А он Он смирится А куда ему Он работать не может Копать не могу Сейчас архиерей бряхнет Так Запускай Не заходи А почему Это вопреки Слово Божие При всем народе Нас без суда Били Теперь хотите Тайно выпустить Нас римских граждан 16 глава День апостола Мы христиане Ты меня позорил Перед всем миром Ретиком Теперь отступись От храма И стой При любой пурге И там молись Он должен выйти Поклониться Богу Перед храмом Сказать Я лгал Я истинным христианам Запрещал вход сюда Прости меня И они пришли Извинились Апостол Павел ушел Нет Он сначала провел Что надо Тогда пошел 16 глава Вот это будет пробуждение Это Дух Святой говорит Все остальные выходы Не от Бога Ну тебя запустили Иди в храм Там делать нечего Дом ваш пуст Там потолок обрушился Там делать нечего Что о Духе Святом Говорится Прислушайтесь Вы видите Что читали молитвы Это они сегодня Пролетели мимо ушей Не потому что я плохо слышу А потому что Слишком много В этой молитве Нужно было сказать Только маленькие Маленькие слова Господи Сделай нас Твоими Свидетели Облики нас силой Духа Твоего Святого Дай истинное рождение Духовным патриархам Митрополитам Епископам Всем и пастве И это будет Воистину Разделившееся На всех языки Господни Мы заговорим На разных языках Но язык Это от одного Язык любви Это вот то Что сегодня Вот я говорю Это нет Ни у кого я не встретил Ну почему Меня больше всего Этот вопрос волнует Ну неужели Василий Великий Этого не знал Ян Затаус не знал Зачем они в монастырь Долезли Когда написано Идите Как прекрасные Что прекрасные Не задницы прекрасные Что сидите на месте А прекрасные ноги Благовестующих мир И что благовестующих Благовестующих Благое А благое Во Христе Селый Номер за нас Слово благодать Не могут объяснить Не знают Я уж сколько Не пытался Каким-то образом Даже внешнюю форму Крещения Не могут сделать Совершенно Придумали столько Таинств Крестовое движение Геология Археологическая работа Провела царица Нашли какое-то дерево Будто бы Провозгласили Крестом Христом Праздник был на десятый Приравниться К Пятидесятнице К Пасхе Ну неужели Ну непонятно Что-то что-то не то Все праздники Имеют духовный подтекст Христос Это мы должны Духовно воскреснуть Рождество Христов Мы должны Но сидим на месте И только один праздник Вот этот И он окружен Такими местами Которые тоже не на месте Я не реформатор Но говорю Наступает Петров пост А Петров пост Что означает Подготовка К проповеди Петра и Павла Этот пост Так и назначается Благословили их Что они пошли на проповедь Вот день Пятидесятницы Сошел Теперь пост И в день Петра и Павла Чтобы ни одного дома не было Идите хоть к соседям Идите на базар На улицу В магазин Куда угодно Идите проповедуйте Этот пост Который Вот эта неделя сплошная Нас через живот Пытается как-то Давануть Чтобы запомнили это Дальше легкий пост Этот пост Не имеет смысла Если не идешь на проповедь Довольно на сегодня Отошел Спасибо Христос Спасибо Христос Ну что Все прямо на проповедь Сразу Да Ну первое Мы поняли Что Что сегодняшний праздник Нас призывает Именно выйти на проповедь Как Господь Нас призвал И дети И проповедуйте Всему миру И все-таки У меня вопрос По поводу Сегодняшнего праздника Троица Единосущная Что у нас Три Бога Или Бог Один у нас Один Один Но в троице В трех лицах В трех ипостасах Поэтому Те которые Нас называют Млагобожниками То есть Верующими Во многобожие Они конечно Еретики Да брат Да я хотел Тут же Идет как бы По вопросам Все Но я так По вопросам И иду Вопрос был такой Что говорилось В проповедях О чем И так далее Дело все в том Что Посмотрел У меня запись Идет Как бы Я не то что В защиту Хотел сказать Это очень сложно Проповедь Это не твоя проповедь Вот то что Говорит Златоуст Это запомнить И заучить И чтобы это Было такое же Как то что он Говорит Златоуст Это невозможно Нам Потому что Мы не златоуст Это понятно Златоуст Он такой один Поэтому Подготовиться Нужно Можно подготовиться Допустим Вот человек Который готовил Брат Читал отличную проповедь Вот подготовить И сказать А теперь С этой проповеди Сделай Короткое такое Резюме И расскажи нам Вот это еще Можно сказать Ну чтобы вот так О чем было там О чем запомни Вот Игнат Игнович Показал пример О чем говорилось В молитвах Во первых Давайте начнем С того что Это на церковно-славянском языке Меня тут попросили Сестры Ты говорит Хорошо читаешь Псалтырь Точно так же Читай и все молитвы Которые там Потом идут Я говорю Так они же на церковно-славянском А что ты не можешь Что ли Я говорю Ну это псалтырь На русском я читаю Я его полностью понимаю А церковно-славянский язык Он мне не давно Я его не понимаю Я ни одним языком Не владею совершенствами Для меня Любой язык Это абракадабра Даже немецкий Который я изучал Он для меня Как миф Я некоторые слова знаю Но как мифология Я слушал И на пластинках Эти язык Допустим Немецкий нам Преподавали Я не понимаю Этих людей Говорят Это берлинский акцент Это Бавария Вот в Баварии Вот там вот Где Гитлер Был Он любил там Этот акцент Вот Это баварский Да Мне все равно Как будто они все На разных языках говорят То есть Это нужно знать Все Совершенствовать Тем более Эти молитвы Которые Говорят Обо всем Сразу Они говорят Вообще О душе человека И Спасение от Господа Как это все Происходит Поэтому Я думаю Что Если Нужно и говорить То какими-то Такими небольшими темами Допустим Тема такая Спасение души О рождении Свыше Тема Берешь одну строчку Священного Писания Златоуста Дохватывает много Очень много И когда Начинается Начинается Занятие Допустим У нас Если ты просто читаешь Не делал никаких Выборок Никто ничего В конечном итоге Не поймет Даже на самих занятиях Мы если взяли Какую-то определенную Одну тему А кстати Златоустыми Нейтями Пользовался И он ее Раскрывает до конца Но Раскрывая одну тему Он не расставляет Другую тему Потом еще Там третья тема идет И очень сложно Это сделать Поэтому Вот Виктор Андреевич Сейчас все Запуталось Ничего не запуталось Я спрашиваю Просто у людей Какие слова Из проповеди Запомнились Это Акцентирую Просто акцентирую Внимание Чтобы люди Слушали проповедь А не просто Сидели И дремали Вот к этому Я только побуждаю Другой Цели у меня не было Значит Что еще У кого есть Какое-то слово По празднику Единственное Что Для меня Например Вот из этого праздника Что Опять же Из проповеди Запомнилось Что Всякий грех Прощается Но Хула на Духа Святаго Не прощается И Можно Вот Грешить И Незаметно Как бы Для себя То есть Стараться вообще От всякого греха Отстать Потому что Незаметно Для себя Ты можешь Погрешить И Вкули на Духа Святаго А уж это Тогда все Тогда потеря Веры Потеря Всего Всей возможности Спасения Дарованной Господа Нашему Иисусу Христу На Голгофском Кресте О наших Делах Вот Сегодня Игорь Техович Говорил о проповеди И сегодня Никто Из вас Не уйдет Отсюда Пока Не возьмет С собой Вот здесь Эти объявления Объявления О том Что В ближайшее время Начмет функционировать Очевидной Сезон Детский Трудовой Православный Лагерь Вот эти объявления Нужно Расклеить Ну А где Расклеивать Помните Чтобы это было Разумно Не на Коммерческих Киосках Где Положено То есть На Разрешенных местах Только Чтобы не вызвать Нареканий В адрес Нашей общины Понятно Да Ну вот по этому поводу Как раз Хотела сказать Я вначале Скажу Болеющие У нас те же Ина по больнице Лежит сейчас В пятницу Положили Ну вот Машенька Маленькая У нас Владенец Болеет За нее Молиться И Саша Уехал С ребятишками К матери И сегодня Они возвращаются Помолиться За путешествующих За гуляев Да Детей там оставит Да А Надя Просто не могла Приехать Галя Галя И Вадим Путешествующий Тоже возвращается Сегодня вечером Ну Одна Галина Вот пришла Вторая Галина Лежит Так Ну и У меня Очень серьезный вопрос Я поехать в лагерь Не могу Это Не хотелось Мне портить Это праздник Сегодня Но По другому Никак По семейным обстоятельствам Я вот только Одну празу Скажу Много Мне Есть что Сказать Ну пока Вот только Так Примите Так Кто Поедет Я каждый раз Спрашивала Сестры Кто Поедет Помогать Молчание Сейчас 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 Молчание Вот я Призываю Вас всех Кто Поедет Вот эта Неделя Еще остается Игнатий Тихонович 10 июня Выезжает Кто Поедет Примите Это К сведению К сведению Пожалуйста И Как-то Сегодня Подумайте Дома Посоветуйтесь Там С мужьями С родными С кем Вы будете Советоваться И Дайте ответ По телефону Мне Позвоните Или Игнатию Тихоновичу И как-то Завчите Кто Поедет Вот Нет Ну Вахтовым Да Ну Конечно Предлагают Вахтовым Методом Как это И было По-моему Уже На полный Срок Естественно Никто Не поедет Не сможет Да Игнати По лагерю Как начальник Лагеря Вы понимаете Это будущее Наше И вот Поехать Очень просто Господь Это может Сделать так Что ты будешь Проситься Биться туда Проехать Зачем ждать Этот момент Это так было Не держитесь За то Что хлипкая Тленная Уйдет 10 июня Я отсюда уезжаю Я был в городской Администрации Ну не знаю Там Пробиться Большое здание Трудно Подарил Вот этот Трехтомник Нового завета Савинцев Кажется Фамилию его Григорий Глава города Правильно Назвал Игорь 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 Какое решение Будет Ну сказали Что у них Сейчас по другому И там Это нет Ничего Я говорю Ну Найдите Дожьяков своих И скажите Ну Так как нет Я попросил Сергея Ну Через нем Кто-то Кто-то Поможет Чтобы еще раз Пройти Мне там Нечего Я Заследил За Здание Красное Я подарил Его Сказали Только через Помощника Помощник подарил Трехтомник Дал знать Из своей визитки Но помогут они Или нет Неизвестно В любом варианте Мы Мы просто Обязаны Это сделать Перед Богом Вот я и дети Мои Которых дал мне Господь Ты веришь Что Бог дал тебе Детей Вопрос снятый Значит Десятого А 12 июля Будет крещение Там будет Народа много С разных сторон Приедут Это уже Абсолютно Обязательно А я не приеду И другой не приедет Лагерь будет И накормят А ты будешь в стороне И потом ты будешь искать А почему я там не записан Да потому что тебя не было там Вы создаете просто конкурс Возьмешь меня Или не возьмешь Больная Не больная У нас были которые Больные Совершенно приезжали туда И она ничего не могла сделать Только сидеть И дети играют И смотреть И они уже Под глазами ее Уже вели себя Более спокойно Дети Это разное Ну еще Галя загуляю Я тут говорил Надя Если ваши ребятишки будут Путевку Каждому дал Сами посмотрите Дальше Лежат вот эти вот Которые Наклеить За неделю Ни одного звонка не было Вообще Я вообще газеты отдал Звонка нету Вы выпечатали или нет Не знаю В первую очередь Так Сергей берется Поехать Но только на каждой Напишите С нашей визитки Адреса лагерные Там два Один Сергеев А другой Телефоны Телефоны написать И внизу Строительная Защеркнуть И написать Ползунова 6 56 Отделение 56 Здесь написано Строительная Строительная 62 16 Зачеркнуть Ползунова 6 Ползунова 6 Написать И еще два телефона Вписать Какие-то телефоны Кто-то будет звонить Еще Ну в среду Отъезжать Мы можем еще С кем-то встретиться Ни одного звонка Вообще нету Я не могу объяснить Ничем это Покажите ревность Воззовите об этом К Богу И Бог Как-то все это сделает Пока Бог Не видит ревности Поэтому и нету И людей По тем объявлениям Которые уже расклеены Ревности нету В нас Потому что Некому ехать Кто будет там Встречать Кто приедет Если они будут Эти звонки Кто придет На встречу Ну к Троице Единосущно Надо воззвать Чтобы Господь Нас очистил И послал В ревности В служении Ему Да Братья и сестры Если Господу Будет угодно И живы будем Я бы желала Быть в лагере И помогать Но силы мои Совсем маленькие Я сплю Стою на службе Уж вы простите меня Что я вас соблазняю Старость наступает Я все могу Укрепляющий меня Иисусе Иисусе Благодарение Богу Даровавшему победу Господом нашему Иисусом Христом Братья мои возлюбленные Будьте твердые Непоколебимые Всегда преуспевайте В деле Господних Знаю Что труд ваш Не тщетит перед Господом Слава Христу Аллилуйя Так вопрос Кто может так цитировать Священное Писание Как она А кто почему-то Она была у адвентистов Седьмого дня Оттуда пришла Помолитесь за адвентистов Чтобы новых Господь Дал оттуда людей нам Вот первый доброволец Волонтер Уже молитва отвечена Пример есть Так Еще какие вопросы у нас О болящих всех вспомнили Галина Там в каком состоянии Галина Васильевна Она лежит в палате Уже 15-я палата У нее посещать ее можно Пришли Когда я первая зашла Она уже Ей вставать нельзя Ей даже Ну ходить не разрешают Как бы Она на стульчик присела Там две еще женщины лежат В этой палате И она им проповедует И говорит о крещении Ну вот видите Она Вот из-за Тех, которые готовятся К крещению Она тут просила нас Молиться о ней Чтобы дожить ей до крещения Дожить ей До крещения До дня крещения Она говорила с батюшкой И батюшка ей ответил Что нужно священника пригласить Чтобы он ее исповедал И причастил Потому что неизвестно Состояние у ней, конечно Кстати, по ней же Вот Что уже обзвонили Практически все храмы В Барнауле И все отказали ей В крещении В полном погружении Даже слушать не захотелось Вот так Вот тебе микрофония Да? Валентина Вчера мы с Аллой Были с Людой Там у нее Ну так она веселая Добрая Так разговаривает Ваня Ты не ходите ко мне Не надо Я говорю Ну как не ходить Если кто пойдет Прихватите мыло Я взяла Взяла, да Судя Мы нужно еще В городской больнице 15-я палата Кардиорадиология Только скажи Вход От библиотеки С той стороны То есть я кружил Кружил Пока нашли От фонтана От фонтана Где фонтан Накройте Так, вопрос Кто отгадает Что это такое? Забресилила клепки Что это такое? Пенициллин Пенициллин, да Антибиотик Ну вот за это К сожалению И в моем доме Тоже есть такое Что я вот Грешен пред Богом Что Неразумно используем То, что Господь дает нам Приходится выбрасывать Вот и здесь так же Здесь вот трапеза Да, мы совершаем трапезу Здесь И вот остается хлеб Нет, чтобы его как-то использовать На сухари порезать Там отдать голубям Там еще кому-то Ну вот довести до такого состояния Ну как будем мы Пред Богом-то отвечать? За такое Расточительство Закопают Я Называется Одинизация Да, Игна Я поправку Это называется Я Пряму все крошки Падающие со стола Пока они до полу не долетели Вот это можно было мне отдать То, что даром Никому не нужен Я с великим удовольствием Принимаю всегда Почему не отдали мне Не могу понять Три пакета Да, я кое-что вытащил Еще из них Вы помните Что за это придется Абсолютно точно Отвечать перед Богом Вот что-то остается Крошки со стола Смахнете его В одно место И ты мне Уже обед готов Брешение тоже В этот момент Простите меня И давайте мы будем Все-таки Вот Соблюдать Будем благочестивы Это дар Божий Ну, Господь нам даровал А мы так вот Безрассудно пользуемся этим Не пользуемся вернее Еще вопросы какие? Да, Валентина? Всех благодарю за молитвы И еще нуждаюсь в молитвах Еще нужды есть Видела сегодня Олега Из озерок Привет передавал Понятно Благодарю А что он? Кстати, его давно уже нет Я ему сказал не приходить Да? Да, до октября пока не вернусь Но по определенным причинам Он не может бросить курить Кажется И бреется А глухонемой, Олег, где у нас? По Кровскому По Кровскому все Ушел? Не ушел Не просился, ничего Нет Так, еще вопросы какие? Я благодарю за молитвы Слушаем Горину Благодаря ваших молитвах Я жива и здорова Благодаря ваших молитвах Слава Богу Слава Христу, Аллилуйя Сколько лежало? Полмесяца Четверно-подеведно Чувство благодарности Это вторая ступень молитвы Вот представьте Даже сказали Олег Он умирал Что с ним было неизвестно Как за ним ухаживали Он был в лагере Здесь у меня спал И пил, и ел Все здесь Ушел и до свидания Не сказал никому Ну нормально это или нет? Человек глухонемой На вокзале подобранный Он, я не знаю Больше 10 лет был Конечно у нас здесь И встал, пошел А там священник Умеет показать руками Как исходя на все записано И все показывает Это не причина Но до свидания Можно было сказать Или слово благодарю? Так это не он один Почти 100% Единственный Кто прямо пошел И поблагодарил Это Муравлев Игорь И за женой И за всех сказал Пришел Я сколько получил Доброго Ушел в мир Совсем И дети не верующие Но он поблагодарил Но он хвалит Ему нравится у нас Я был в Восточно-Казахстанской области А для Ниногорс Город такой есть На практике И мы шли через тайгу Тайга И мы не могли дойти Последние метры Мы ползли по снегу Ползли Просто ноги уже не держали И первый двор В который мы заползли Двое с товарищами Я увидел Хозяйка несет Пояло с виньем И там плавает Кусочки хлеба Я протянул руку Дай кусочек И она не дала С соседнего дома Нас притащили Или как И там накормили И к утру мы уже были На ногах встали Я положил Сколько времени Найти этих людей Найти Через десятилетие Они меня накормили Один раз Умирающего от голода Замерзающего Здесь столько было Отогретые Пили и ели За одним столом Вместе Христа Восславляли Бац Вышел Как будто никогда не было Разве это не говорит О состоянии человека Мало того Получили крещение Венчались здесь Детей рожали здесь Причащались постоянно И до свидания Не сказать уйти Я просто не нахожу Никаких слов Как это может быть Меня в армии Взяли в психиатрическую Я стал верить В военный госпиталь Кажется Опять возили на Возят Психиатрическая экспертиза Кемера Я поехал туда Нашел эту больницу Всех кто участвовал Всех как-то одарить Спустя Тридцать лет И не потому что Так Это внутреннее чувство Его просите у Бога Быть благодарным И родителям И то что мы живем Вот здесь И у нас все есть И есть где Прийти Увидеть глаза радостные Что тебя ждали Здесь За все За все Павел говорит За все Благодарите Ибо такова у вас Воля Божия Во Христе Иисусе Этого нет Какой же там Дух-то святой Если Дух святой Там свет Кто ходит во свете Как он во свете На одном этом Проверьте себя И сядь и напиши Мне сделали там-то добро Там-то Не важно кто Мне мэр города Помог здесь Я бы не получил этот дом Я вспоминаю его в молитве Там афганец был у него Который Общинников Владимир Я постоянно стараюсь Вспомнить о нем С ним инсульт А это тот умер уже где-то Кто бы не коснулся с нами Он уже Получает отражение света Нашей молитвы О нем Ну посмотрите Какие мы должники Прости нам долги наши Да каких долгов-то Ты сядь не просто языком скажи А напиши на бумаге Ну напиши Сегодня Не завтра Ну мы должны выйти Другими сегодня Господи Неужели нас Дух святой не коснулся Ну почему мы такие бесчувственные Ты окружил такой любовью Благодарил ли ты за то Что так ты устроен красиво Что Вот песнопение Она Благодарю тебя Что дал мне мужа Песнопение такое А она Благодарит Таких песен-то почти нет нигде Кальмая взяла Ты С моими фотографиями Заполнила Как оно считается Благодарю тебя Господи За дом За все За детей За мужа За жену Никакого изъяна Я не нахожу Чтоб было хуже моего Я сам хуже Ты самое-самое Подобрал меня И за это Вас благодарит И ты увидишь Как твой взор Прояснится С тобой радостно Будет общаться А тебе особое Благухание жизни Будет исходить Наполните сердце И за президента За патриарха За всех За всех Благодарите Что-то маленько Где-то сказали Господи Пробудило А там и моя молитва Я молился Много лет О крушении Этого дьявольского режима Этого империи зла И когда Христос Это беда была Конечно Что разрушено было Но я ждал Большего Я просил Бога Просто умолял Что вернулся С ложеницем Давал деньги Возле храма Он вернулся Никто не знает Что я его Очень и очень Любил и ждал И так мы с ним Не встретились Но перед Богом Это все И он остался Мои молитвы Отошел Еще о Духе Святом Если мы Вадим и Духом Святым Вот сегодня скажите Кто присутствовал На литургии Полностью Когда началась литургия Вчера Кто присутствовал Сколько было Вадим и Духом Святым А это говорит о том Что Кто посчитал Что Дней Постных дней В году Как раз Десятая часть Получается От года От количества дней В году Приносим мы Эту десятину Господу Обкрадываем мы Или не обкрадываем Я сейчас Своего опыта Скажу Вот вы Сделайте так Скажите себе Вот Это вот Рубеж За который Я не отступлю Если не успеваешь Говорит Иди в храм И все успеешь Больше успеете сделать Если придете в храм Помолиться Со всеми Молимся Достойно есть Достойно есть Оковой истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную Этры непорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Без сравнения Серафим Без искренния Богослово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашествия Наплеменников От внутренних Расплей От беззакония Которое в тайне Останови Делающих зло Просвети Правителей Страны нашей Чтобы принимали Мудрые законы И всех начальствующих Также просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы божественную Любовь Твоя Коснулась Каждого сердца Священники Которые Не служат Тебе Как должно Пусть покавятся В небрежении Своем И проповедуют Смело И инославным Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что оставили Тебя И Слово Твое Излеченное Святой Библии Прости нас Господи Владыка Жизни Что сокрыли Имя Твое Бог и Егова Дух Святой Да наставит нас Не признавать Никаких иных богов Вопия Алва Отче Господи Научи нас Семикратно В день Прославлять Тебя За слугой Правды Твоей Тебе хвала Слава Чести Поклонение Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Так Не уходим Не взяв Листочки Отреление Чеснопение Занятие Так провода Осторожнее На полу Возьмите Возьмите Расклеивайте Все Дрюш Возьми Берите Расклеивайте Берите Размешивайте Где можете Каждому Давай Остаешься Возьмите Вот сюда Подоби Которые Раздают Подоби Взяли Вы взяли У нас подошел Посмотрим Давайте Покажу А ты мне так Легко Покажи Чтоб считать Можно было Сейчас Вот Вот Не задайте Готовы Там Угу Там Уже Раздавайте Покажу 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 Я хочу Что-то Минуты Не получили Расклеивать Еще Дома Пока У подъезда Можете Расклеивать Да Сто Одну 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 На стерку Там Подъезд Там Когда он Считал Молитву Надо было К молитве Подойти И Смышишь Выключай Так Выключай Молитву